Значит, вот у каждого гладкого узла есть поверхность Зайфферта. Вот есть такая известная теорема. Широпая поверхность Зайфферта – это просто некоторая вложенная поверхность в трехмерном пространстве, граница которой есть наш узел. Но я, в принципе, на одной из предыдущих лекций, в Московской части этого курса, рассказываю по-другому два характера, две конструкции. Так что я хоть сейчас не буду делать, тем более, что это не понадобится. А понадобится нечто более, нечто слегка другое. Но дело в том, что для диких узлов так вот темболезную статью построить не получается. Но на что-то похожее очень хочется сделать. Вот. Значит, хочется сделать что-то похожее. Ну, что же можно сделать похожее для диких узлов? Давайте сначала пусть к гладкий узел. И вот давайте определим как логическую поверхность Зайфферта. Ну, я сначала скажу идею. Вот какой-то там вот этот узел у нас. Вот. И мы хотим натянуть на него поверхность, как бы. Но мы на самом деле хотим посмотреть просто вот этот узел у К, образ окружности. С3-К – это гладкое многообразие трехмерное. Вот в нем мы хотим найти двумерное открытое гладкое многообразие, бесконечную поверхность. Может быть, бесконечным числом ручек. Которое вот как-то к этому углу примыкает. Ну, вот сложно будет уже как-то нарисовать это бесконечное число ручек. Но еще есть вопрос, что значит примыкает. Я совсем удачно нарисовал. Вот, сделаем. Наверное, вот как-то так. Еще вот этот вот край, может, вот как-то так, например, ходить туда-назад, возвращаться. Вот. Ну, значит, вот что значит, что эта поверхность хорошо примыкает к нашему узлу, грубо говоря, со степенью 1. Ну, вот можно рассмотреть сначала частные случаи. Допустим, ну, вот здесь можно писать, что K гладкий, а эта самая поверхность... Ну, да, вот у нас 3-K, у нас гладкая поверхность вверх. Можно. У нас всегда будет гладкая, а то же не будет. Вот. И теперь, значит, можно рассмотреть упрощенные случаи, когда замыкание F, мы можем взять замыкание этой бесконечной поверхности во всей сфере. Ну, может так случиться, что это, ну, псевдомогообразие скрома. Ну, да. Псевдомогообразие скрома. Но, другими словами, нет никакого бесконечного числа ручек. Ручек конечного числа. Но вот подклеивается эта поверхность к нашему узлу. Может быть, не обязательно вот так вот хорошо, а может вот так куда-сюда ходить со складками. Ну, то есть, вот как, видно, складка одежда. Вот, да, вот. Вот, если куда-то подклеивается поверхность, вот можно ее так просто так вот сложить. И она, ну, не геометрически, но гомологически, все равно хорошо платила. Вот, в общем, в этом случае мы можем рассмотреть просто класс этой поверхности, уже замыкание этой поверхности, относительно гомологии. Х2С3 по модулю К. Ну, здесь есть хроничный гомоморфизм ваша гемотка, который есть изоморфизм. Ну, потому что точную последовательность и пары встает вторая гомология, первая гомология сфер трехмерная, они голевые, значит, изоморфизм. Вот, ну, и мы просто скажем, что класс этой поверхности должен переходить сюда в образующую. Тут зафиксировано. Узел у нас ориентированный. Это дает здесь фиксирование на образующую. И вот, значит, класс должен туда переходить. Вот, ну, можно это назвать какой-то, не знаю, гомогической поверхностью. Вот такую поверхность, гладкую поверхность тех, что ее замыкание, это все вот, дайте из края, а более того, вот этот ее класс приходит сюда в образующую. Так, нормально? Можно еще раз, что значит, примыкает, если я вот не уловил? Вот это вот, то есть, мы не требуем, чтобы просто край был, сопротивлялся с узлом, край поверхности, мы требуем, что-то другого, я вообще не понял, почему мы примем. Ну, вот, если эту поверхность дать дополнение к узлу, то у нее нет края, она открытая. Дальше мы берем ее замыкание. Вот. Стракаем цель. Документная сфера. Ну, псевдо-многообразие, какие там особенности? Можно привести псевдо-многообразие, которое не будет многообразием? Ну, это, конечно, цель-многообразие. Ну, это просто такой синкрециальный комплекс, ну, в данном случае двумерный, давайте, двумерный, двумерный синкрециальный комплекс, в котором каждый симкросс лежит на двумерном симпросе, ну, и, ну, тут, наверное, надо сказать ориентированное. То есть там как ребро может быть инцидентно трем граням или что там? Да, значит, каждое ребро инцидентно ровно двум граням, ну, причем с хранением ориентации. Ну, то есть это бывает же не ориентированное многообразие, но у нас здесь речь идет об ориентированной поверхности. В ребре особенности нет. Вот, но, ну, значит, вот, ну, ну, то есть, ну, псевдо-многообразие это просто цикл, в общем-то, вот, ну, цикл, конечно, дату бажон, на псевдо-мегабазе, но есть на тему теории. Например, можно какой-то псевдо-многообразие, которые не многообразие. Ну, это, конечно, ну, вот, скажем, если, блядь, конуш, на двумя конуш над одной окружностью, да, это шавычка многообразие. С двумя окружающими, вот, пожалуйста, не все, понял, понял, нет, я-то бонус представил, но фантазии на две окружности мне не хватило, все ясно. Вот, но тут, скорее, дело, какая-то особенность не очень существенная, но существенное, что на краю может происходить. На краю, вот, ну, может быть такая особенность, что у нас, вот, если мы рассмотрим здесь вот трубчатую окрестность этого угла, вот, на краю трубчатой окрестности, ну, у нас, вот, ну, там просто у нас гладкая поверхность, и вот она эту трубочку пересекает по окружности. Но дальше вот эта окружность, которая в трубочке, она отображается в ту окружность, которая в центре трубочки. Но уже тут как-то не очень красиво нарисовано. Но вот это отображение, оно, может быть, не гомеоморфизмом, вот в чем вопрос. Вот, собственно, требуется, чтобы оно имело степень 1. Вот это требование вот здесь вот написано. Но все равно это какой-то частный случай, нам, в общем-то, значит, вот, общий случай не нужен. Ну, то, что вот, ну, пока что опять частный случай, как гладкий узел. Но в обороте вот негатазии ничего не будем предполагать. Значит, что такое тогда гомологическая, ну, или H поверхность зави. Это снова, значит, просто гладко ориентированная поверхность в дополнении к А, такая, что, если мы возьмем ее класс вот в этих двумерных бесконечных гомологиях С3 минус К, вот это то, о чем я на прошлой лекции довольно долго рассказывал. Гомологии второго рода, еще как называют гомологией Борреля-Мута, как это, локально-конечная гомология. Вот, значит, вот, и теперь вот это вот дело у нас, давайте я получу это в другом месте. Вот, эта группа, я утверждаю, заморфна вторым гомологиям С3 по модулю К, вот, но вот та, которая здесь была. Дальше мы снова введем в первое гомологию Н2, тем же самым изморфизмом. Здесь у нас снова сидит образующее. Вот мы требуем, чтобы образ этого класса при этой композиции был вот этой фиксированной образующей, соответствующей ориентации Н2. Вот, но остается объяснить этот изморфизм. Ну, может быть, это почти понятно. По крайней мере, если у нас есть уже относительный цикл, ну, если, скажем, он представлен там какой-то поверхностью поверхностью гладкой, то можно просто ее, ну, вот выкинуть ее край, и получится бесконечная поверхность. То есть более-менее понятно, что это, вот, вот, как сюда пойти, но обратно, может быть, не очень понятно. Но можно это вполне формально написать. Вот, узел К у нас сейчас гладкий, поэтому это, можно его заменить на трубчатую окрестность, на маленькую трубочку, полнаторий. Вот, от этого ничего не изменится, но вот так будет окрестность узла. Дальше мы можем применить вырезание, написать здесь H2 от S3 минус эта трубочка, это замыкание по модулю границы трубочки. Ну, вот мы вырезали внутреннюю трубочку. Вот, это у нас изоморфно H1, вот, одномерным компонологиям вот S3 минус, вот, это замыкание. Это двойственность план-кара. Вот здесь был край. Многобразие с краем, здесь был край, а здесь нет. Это одномерные компонологии, значит, здесь можно написать одномерные компонологии S3 минус Х. но это просто гомотопически эквивалентно. Если вычесть узел или если вычесть его открытую трубчатую окрестность, это будет гомотопически эквивалентное пространство. Но здесь у нас тоже изоморфизм. Это, ну, двойственность по НКР, для некомпактных уже многообразий. Вот, ну, так что вот есть, пожалуйста, формально серия изоморфизм, которая доказывает, что эти две группы замок. Вот, ну, немножко так странно получилось с переходом к агомологиям, но зато мы по ходу дела можем сказать, что вот если мы возьмем вот такую вот композицию, то это есть двойственность Александра. Каломорфизм, изоморфизм двойственности Александра. Но более-менее по определению, если вот то, что в учебниках по геоморфической технологии написано на осуществлении. Вот, ну, поэтому можно тут немножко забыть, что-то лишнее. Давайте посмотрим лишнее. А что сейчас происходит? Определение? Ну, значит, вот в случае, когда К гладкий узел, я определил Аж поверхность заживца. Для гладкого узла следующим образом. Это просто гладкоориентированная поверхность дополнения к узлу. Такая, что ее класс бесконечных гумерных гомологий в дополнении к узлу при вот этой вот композиции переходит в вот это же еще. Вот. Но можно вместо этого говорить, что вот при такой композиции, сначала вот сюда, вот на медную гомологию, а потом в осьмность Александера, чтобы по такой композиции этот класс переходит в образующее. О чем пара разница с предыдущим определением? На предыдущем определении был частный случай, мы предположили, что у нас замыкание есть темно-многоварная заездка. А теперь в этой поверхности может быть бесконечный число ручек. Но вообще она как-то может сложить. Но можно и без бесконечного числа ручек какую-то такую сложную поверхность сложную подходящую. Да, вы имеете в виду не просто бесконечный? Там она тоже могла быть в виде бесконечного рота, а нужно, чтобы он как-то подходил к узлу плохо, чтобы не выполнялось условие с первого пункта про это. Правильно? Ну, если у нее бесконечное число ручек, то это условие никак не будет выполнено, что замыкание есть темно-многоварная заездка. Потому что замыкание, оно компактное. А, да. Если, ну, можно бесконечное число ручек. Да, да. Вот. Но теперь пора перейти вот к третьему случаю, который нас, собственно, интересует штука. Топологический уровень. Уже не гладкий. Вот. И здесь вот, значит, определение. Ну, вот снова я определяю аж поверхность Зайфферта для топологического узла. Это будет платка ориентирована на поверхность дополнения к узлу. Такая, что ее класс вот в этих двумерных бесконечных гомологиях при вот этой композиции двух зеленых стрелочек переходит в образующую. Ну, а вот что это за две зеленые стрелочки? Вот это двойственность Панкаре. А вот эта длинная – это двойственность Александра, которую мы обсуждали в прошлый раз. И здесь написано, ну, в общем-то, ну, конечно, какая-то окружность, но вообще говоря, это гомология эстимута. Можно и нижней строчкой воспользоваться, можно сказать, что вот эта нижняя строчка на самом деле тоже имеет смысл. Ну, здесь вот относительная группа – это тоже гомология эстимута. Но относительная гомология эстимута определяется так же, как абсолютная. Нужно взять пару телескопов, и вот, значит, один телескоп поможет другому. Ну, это, в принципе, тоже можно сказать, но не очень хочется вот все увлекать, поэтому, может быть, проще вот зеленую стрелочку. Ну, вот определили, значит, долго мучились, но определили, аж поехали. Так, а она всегда существует? Да, вот очень правильный вопрос. Она всегда существует. И вот построить ее можно следующим образом. Значит, вот давайте возьмем... Давайте возьмем одномерную гомологию эстри минус ка. Вот, как мы знаем, она из-за мотов на h1 от ка, что и из-за. Ну, вот мы здесь берем образующую, соответствующую ориентацию узла. И вот у нас, значит, здесь появляется класс. Этот класс соответствует некоторому отображению. f из дополнения к углу в окружность. Но гомотопического класса таких отображений. Потому что вот эта группа, она еще из-за мотов на вот такой группе гомотопических классов отображения и исполнения к углу в окружность. Я буду считать, что она известна. Значит, любой класс категорологии реализуется отображением в окружности. Мы можем в окружности взять точку. Какую-то точку в x. Но пусть это будет конкретная точка 1. Там, если комплексная окружность. И, значит, мы можем наше отображение f гомотопией сделать, во-первых, гладким, во-вторых, консверсальным к этой точке. И дальше мы можем взять ее прообраз. Ну, вот это и будет поверхность в дополнение к узлу. Ну, значит, класс гомологии, который... Вот он удовольственен по пуанкаре вот этому плашнуарю. Вот такое вот доказательство. Ну, видимо, можно как-то более так геометрически доказывать. Но, поскольку тут разбицы делают что-то похожее, большую размерность, то лучше нам будут... Вот это доказательство. Я нечего и думал сегодня. Вот. Ну, теперь... А как можно было бы это геометрически доказывать? В каком смысле? Ну, я думаю, как-то так. Взять у этого дикого угла вот, значит, окрестности полиэтральные, но даже пусть что-то многообразие. Ну, вот тут какие-то ручки, а много будет в красностях, но уже нетрубочная окрестность, у него нет трубочных красностей. Ну, дальше они уменьшаются. Ну, и можно строить последовательную поверхность Дайфферта. Сначала в дополнении к первой окрестности, потом в дополнении к второй. Ну, это не значит некоторая работа. Нужно следить за каким-то классом гомологии. Ну, в принципе, мне кажется, это не сложное упражнение. Ну, то есть, в общем, нет ничего такого глубокого в этой царе. Можно ее как-то более кустарно доказывать. Вот. Но нам сейчас полезно вот такое алгебраическое доказательство. Да, ну, и теперь, значит, вот есть еще такая лемма. Пусть, значит, у нас теперь задано двухкомпонентное зацепление. Вот тут два узла, К и К-стрих. Ну, то есть, теперь вот нужно написать, что оно из-за объединения двух плотностей, вложение в С-3, технологическое вложение, то есть, непрерывно инвестируемое вложение. Ну, и вот его обозначение на первую, там, ну, в общем, образ первой окружности К, образ второй окружности К-стрих. Ну, можно через Элю подозначать образ своего сцепления. В общем, есть двухкомпонентное зацепление, и его коэффициент зацепления равен нулю, предположим. Тогда К имеет наш поверхность зацепления не пересекающую К-стрих. Вот. Ну, это тоже не ахти какое-то ограждение. Можно было бы взять какую-нибудь H поверхность зацепления для К, сделать чьё-то на специальный К-стрих, но поскольку К-стрих лежит в дополнении к узлу, там, это гладкая поверхность, там нет проблем с сцеплением. Ну, и дальше приклеить трубочки так, чтобы, пользуясь тем, что коэффициент зацепления равен нулю, приклеить трубочки так, чтобы, значит, степень не удержать. Ну, вот, в общем-то, я практически доказал эту лему, лему, но я бы хотел её доказать ещё раз алгебраически, потому что значит, дальше будет более сложная лему, которая лучше уже доказывает алгебраически. Вот, ну, алгебраическое доказательство такое. Значит, вот у нас коэффициент зацепления равен нулю, ну, это значит, что класс К сейчас класс чего надо знать? В одномерных гомологиях С3-К равен нулю. Ну, это в точне-таки вот это условие, что коэффициент зацепления вылилось. Ну, не знаю, коэффициент зацепления для диких зацеплений его сложно определить, нужно просто взять достаточно хорошую аппоксимацию, гладкую, этого дикого зацепления и посчитать её коэффициент зацепления, этой аппоксимации. Если аппоксимация достаточно хорошая, то вот этого коэффициента зацепления не изменится. Ну или можно вообще считать, что это, ну в общем, не знаю, вот это отображение загруженности, но оно все дает класс гомологии. В общем, тут все понятно, мне кажется. Это значит, что отображение из H1 от K, H1 от S3 минус K, но индуцированное, вот у нас есть включение S3 от S3 минус K, но назовем это включение LF, вот она индуцирует здесь отображение, это со звездочкой, оно нулевое. Но это то же самое, что написано с точкой выше. Вот, ну дальше, значит, я хочу доказать такое утверждение, что вот из этого следует следующее, то есть то, что, значит, если мы возьмем в когомологиях, тут такое же индуцированное отображение, то есть у нас теперь одномерная когомология S3 минус K, здесь F со звездочкой вверху, здесь одномерная когомология K' стрих, оно тоже будет нулевое. Ну это тоже почти очевидно, но давайте для ясности докажем, чтобы не возникало сомнений. Спасибо. Спасибо. Ну давайте вот возьмем вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. вот образующую какую-то X, и вот здесь, вот образующую Альфу. Но у нас K' это окружность, одномерная когомология окружности это Z, вот мы берем образующую Z. Здесь тоже по двойственности Александра это Z, вот мы берем образующую эту группу Z. Вот, значит, F со звездочкой нулевой галоматфизм, это нам дает, что F со звездочкой от X равно нулю. F со звездочкой от X живет вот в этой группе, и здесь мы можем взять его как произведение на Альфу. Это тоже будет 0, раз F со звездочкой от X уже 0. Теперь, значит, есть такая формула естественности к произведению относительно отображения. Вот мы ее применим. Значит, это то же самое, что F со звездочкой от X кэп со звездочкой вверху от Альфа. Вот мы идем вот сюда, тащим Альфу вот сюда, берем тут как произведение 100 X, получаем нульмерный класс гомологий, и его тащим вот сюда, уже из нульмерной группы в нульмерной. Значит, это лежит ваш, ну вот это, внутри скобки, лежит ваш 0 от K' Ну и этот F со звездочкой на нулевых этих гомологиях, это изоморфизм, ну потому что F со звездочкой, это изоморфизм, вот, ну, значит, раз все вместе у нас 0, то и то, что внутри скобочки должно быть 0. Вот, но, смотрите, X, это у нас образующая вот эту группу Z, и вот здесь мы его кап умножаем на F со звездочкой от Альфа. Вот, но вот это, как умножение на X, X это же вот фундаментальный класс окружности, вот что-то такое. И кап умножение на него, это двойственность план-каре. Вот, двойственность план-каре, это изоморфизм, двойственность план-каре в окружности между одномерными гомологиями, одномерными гомологиями и нулемерными гомологиями. Эта загружность только штрих. Вот она дается как умножением на X. Это изоморфизм. Значит, если вот это как произведение нулевое, то и аксель-двездочка от Альфа нулевой. Ну, это то, что мы хотели доказать. Вот это вот образующая перешла в 0, значит, видимо, маршизм нулевой. Вот, ну, некоторое вычисление, в общем, можно было и так в это поверить, но дальше будет нечто похожее, поэтому все-таки, чтобы не было обмана, вот я это доказал. Вот, ну хорошо, это была не лемма, а утверждение. А теперь можно вернуться к доказательству лемма. Лемма наше утверждала, что если у нас есть топологическое сцепление с коэффициентом сцепления 0, тогда первые компоненты имеют аштабную цифер по дополнению к другой компоненте. Вот, значит, мы выяснили, что поскольку коэффициент сцепления 0, то вот такой галморфизм нулевой, и теперь вот мы доказали утверждение, что аналогичный галморфизм в когмологиях тоже нулевой. Вот, но теперь можно написать точную последовательность пара. Вот, вот этот вот киломорфизм, который у нас нулевой. А ш... А здесь у нас стоит ш... а здесь у нас стоит аж множитка штрих вот это вот у нас изомархизм, потому что это связан значит этот нулевой, этот нулевой, значит это изомархизм ну и вот теперь возвращаясь к утверждению лемма ну вот у нас тут есть двойственность план-каре, значит H1 от камера вот она, вот эта зеленая стрелочка, которая у нас была в определении HPR не списать ну вот значит вот здесь вот у нас вот это вот образующее вот она у нас приходит из какого-то класса когомологии здесь, ну и поскольку здесь изомархизм, вот мы его можем сюда вот протащим в эту вот относительно когомологию, но здесь вот значит какой-то, вот этот XI прикроет из какого-то, не знаю, Z вот этот Z соответствует классу гомотопическому классу отображений из пары XI минус K по модулю K штрих в окружности, а здесь какая-то точка, назовем ее минус 1 вот значит зачем все это было нужно вот это значит то, что мы сюда вставили этот узел K штрих после запятой нам позволяет получить отображение в окружность, в которой этот узел K штрих отображает точку вот значит в чем была цель всех этих махинаций и теперь мы в этой же окружности берем другую точку 1 значит наше отображение F мы снова можем сделать гладким, несмотря на то, что тут дикий узел отображает точку, но ничего, на дополнение к этому дикому узлу вот оно вполне может быть гладким, а на самом диком узле оно там как бы имеет нулевые производные, мы туда подходим, там в экспоненте все вывышается бывают такие гладкие отображения вот, но в принципе нам даже не важно, что там именно происходит в этой точке минус 1 и даже в ее окрестности нам важно, чтобы в окрестности единицы все было гладко там-то уж это легко можно сделать и вот мы берем прообраз единицы у нас в Сальде и снова получаем и снова получаем поверхность F которая теперь уже лежит в дополнение к узлу каштых ну вот потому что этот узел каштых пошел в другую точку вот, ну немножко такое-то вычурное доказательство алгебраическое ну вот да, вот как я говорил, можно было бы все это доказать геометрически но вот нам хочется алгебраически, потому что мы это было бы вообще вот хочется, значит за этой геометрией которую вот я сказал информальностью с трубочками вот найти четкую алгебру вот она здесь, значит вот, значит мы доказали лему да, что вот, если у нас есть двухкомпонентное зацепление это логическое, то первая компонент имеет даже поверхностный дзайфинг не пересекающийся вторую компонент вот, значит пользуясь этой геометрией я определю сейчас вариант саталерина для топологических зацеплений вот, ну тут, значит вот идут уже слабые ну вот снова у нас есть логическое ориентированное зацепление с коэффициентами зацепления 0 вот левому мы как раз доказали, что первые компоненты имеют аж поверхностный дзайфинг в дополнении к первой но аналогичным образом вторая имеет аж поверхностный дзайфинг в дополнении к первой ну ладно надо перерисовать но на следующем плане рисунок значит вот есть два топологических узла у первого поверхностный дзайфинг аж поверхностный дзайфинг может быть тут бесконечное число ручек, но вот они сходятся к этому углу и у второго такая же вот ну значит эти поверхности они гладкие поверхности в дополнение к обоим узлам и в этом дополнении их можно сделать трансферсальным и они будут пересекаться трансферсально по какой-то кривой но эту кривую вообще говоря там может быть не замкнут на галазе или пустой может быть пересечения это в этом еще не сказали не сказали а ну видимо нет сейчас это не нужно пусть даже пусть даже значит тут сказано что они пересекаются вдоль замкнутого ориентированного одномерного многообразия оно может быть пустую может быть не связь но это не страшно вот значит эти две значит и мы у нас были ориентированные это дает ориентацию на эти фашковые хнасти азайферты ну собственно вот начальник во всех отделениях ну ну и да значит эта ориентация на поверхности дает нормальное оснащение ну то есть у нас есть ориентация трехмерного пространства еще сфиксирован какой-то знак репера вот ну и соответственно с этой ориентацией трехмерного пространства мы выбираем один из двух нормальных факторов поверхности и получаем оснащение вот на первой поверхности и на второй поверхности значит они оснащены вот теперь посмотрим на их пересечения вот два листа там пересекаются и и вот у одного есть нормальное оснащение другого есть нормальное оснащение вместе они дают нормальное оснащение кривой пересечения вот эта кривая получается оснащенная у нее есть два вектора оба вектора ну в общем нормальное расслоение это один вот и значит вариант этого сцепления логического есть по определению коэффициент самосцепления этой оснащенной кривой ну то есть другими словами значит нам нужно взять сдвиг этой желтой кривой с себя ну скажем вдоль суммы этих двух векторов вот мы в каждом двое нормального расслоения можно взять сумму этих двух векторов и вот по этой сумме сдвинуть эту кривую с себя получится такая параллельная кривая вот она тут оранжевая и вот надо взять коэффициент сцепления оранжевый и желтый то есть исходный со своим двигом но точнее говоря несколько компонент в этой кривой но мы это делаем для каждой компоненты потом потом но это называется полная позициональная цепь вот ну вот ингредиент но на самом деле что написано можно было это сделать не вдоль суммы этих векторов а вдоль скажем первого или вдоль второго и получился тот же самый ответ но тут удобнее технически делать вдоль суммы да немножко неудачно получилось что я обозначал поверхность f а в слайдах поверхности обозначена вот эта поверхность обозначена сигма это сигма штрих вот тут у нас узел k у них аж поверхность это сигма и сигма штрих а вот это пересечение снасти зафинта обозначается f его сдвиг вдоль сумму двух фекторов оснащения обозначается f плюс ну и вот значит мы берем коэффициент зацепления f плюс ну по всем компонентам вот значит дело то же самое что коэффициент с плюс 0 скажем то есть мы берем сдвиг под первым вектором а второй не трогаем ну просто можно вот видно что можно повернуть эту сдвинутую кривую вот так вот ее поворачиваем от этой суммы к первому вектору и при этом поворачивание она не пересекает это полевое сечение этого слоя то есть получается изотопия ну вот инвариант Сапеля Вина да но можно еще сказать что этот инвариант Сапеля Вина это просто класс оснащенного бордизма вот это желтый оснащенный полевое пересечение а потому что класс оснащенный глупо оснащенных бордизмах это Z это петри от S2 вот если у нас есть S3 которая продолжается в S2 в S2 берем там северный полюс и вот его прообраз в трехмерной сфере это какой-то узел при гладком отображении сноциального северного полюса если мы здесь берем какой-то репер фиксированный то в прообразе получается оснащение ну вот это конструкция конструкция контрагенна говорит что вот это соответствие между отображениями из S3 в S2 и оснащенными многообразиями в S3 дает эзоморфизм между бордизмами этих оснащенных одномерных многообразий сложенных в S3 и от S2 но потому что если есть такая кривая потому что если есть у нас это оснащенная кривая мы можем взять ее трубчатую окрестность спроектировать эту трубчатую окрестность на диск ну то есть весь узел пойдет в центр диска а это уже реальное расслоение вот мы его корректируем на диск растягиваем на всю сферу ну так что центр идет в эту точку а граница вся идет противоположение полюс ну и теперь вот дополнение к этой трубочке мы все тоже отображаем в этот южный полюс и вот получается отображение застилась 2 ну вот более-менее я почти показал приземорфизм по отображению застилась 2 мы построили оснащенный узел тут может быть много компонентов конечно оснащенную одномерную многообразию по оснащенному одномерному многообразию построили отображение и сложно проверить что гомотопия таких отображений соответствует партизму таких оснащенных многообразий ну а 3 от S2 все знают что это за но можно впрочем ну ладно зачем нам вспоминать еще что из маркизма это что-то за ну честно говоря это дальше будет полезно ну ну вот этот вариант это коэффициент самосцепления ясно что он при оснащенном бардизме но вот утверждает что он полный ну потому что есть ну вот отображение хопфа даёт вам здесь вот ну в общем да значит этот он симметричен если мы поменяем мы станем кайка штрих то есть какой-то из них был первый а какой-то второй вот это влиял на ориентации ну если забраться в этих ориентациях то видно что ответ не изменится коэффициент самосцепления ну вот эти два вектора меняются местами потому что раньше это был первый второй теперь наоборот но зато у этой кривой ориентации не поменяется потому что поменялась ориентациях этих поикнутри не поменялась но поменялась их нумерация а ориентация кривой пересечение она определяется, исходя из этих ориентаций первыхностей и их нумераций. В общем, в итоге коэффициент самосцепления не изменится. Давайте, значит, вычислить. Да, вот Терема утверждает, что он корректно определен и является им прямо к нему эквивалентностью. Но давайте сначала вычислить генерию, а потом такая. Вкладка, значит, утепление лагеря, открученное в два раза. Но какая-то версия, такая не лагеря. Вот для него вычислить генерию. Значит, нам нужно взять по порядку экзавитку для первой компоненты, не пересекающую вторую компонентку. Я взял экзавитку для второй, не пересекающую первую компонентку. Здесь вот я взял виск и к нему купил такую трубочку, которая как раз обходит по виду. Дальше нужно взять пересечение этих проекностей из альфа. Но это вот зеленая линия, которая здесь нарисована. Это пересечение вот этой голубой и разрывой проекности. Теперь нам нужно взять сдвиг этой зеленой линии вдоль оснащения. Здесь вот мы берем, как я объяснял, неважно, где же сумма векторов или какого-то одного из них. И вот мы берем сдвиг вдоль нормального вектора к розовой поверхности. То есть этот сдвиг внутри голубой поверхности. Его поточку нарисовать. Вот внутри голубой поверхности он выглядит. Вот такая голубая линия. Но видно, что ее коэффициент сцепления голубой и зеленой равен зеленой. Вот. Но это и есть коэффициент сцепления голубой поверхности. Но если здесь не два полных оборота, а n полных оборотов, то те же восхождения показывают, что здесь тоже будет n оборотов и коэффициент сцепления n будет. Вот. Ну так что, вот мы даже сразу построили серию сцеплений, у которых n варянца Аделеи равен любому задуманному человеку. Но теперь давайте докажем церему n варянности. Есть кнопочки какие-то? А для классического зацепления вайка сколько там? 0 полу или сколько? 1. 1. Вот если здесь сделать 1 полу наоборот, то это будет обычное зацепление вайка. То есть, в частности, из нашей теоремы, которую мы сейчас докажем, будет следовать, что обычное зацепление вайка нетривиальное, даже не эквивалентное. Значит, я напомню, что такое и эквивалентность. Значит, у datas сцеплений, есть важности вайка 뭐든 вайка нетриве Ну вот если у нас есть одно зацепление в трехмерной сфере и другое сцепление в трехмерной сфере, они называются эквивалентными, а если вот в астриме отрезок есть пара вложенных цилиндров которые вверху дают одно зацепление, внизу другое, ну а в середине они как-то вложены, то есть S1 вложен на отрезок, еще раз S1 вложен на отрезок, вложены. Они не пересекаются и каждый из них не сам пересекается, но при этом уровни могут не сохраняться. То есть вот если эти цилиндры, то какой-нибудь уровень там 1 3, он совершенно не обязан переходить здесь вот в плоскость 1 3, может выше, ниже. Вот только самый нижний уровень сохраняется, самый верхний уровень сохраняется, а в середине как получится. Если все уровни сохраняются, то это то же самое, что изотопия, а так вот и эквивалентность. Ну вот я хочу показать, что эмбриант Сад-Левина для топологического сцепления, ну во-первых, корректно определенного, во-вторых, эмбриантинга и эквивалентность. Ну мы одновременно докажем оба этих утверждения. Значит, вот у нас одно зацепление топологическое. На него выбраны какие-то аж поверхности заферта. У них берется вот эта вот линия пересечения, но у нее там оснащение. И считается ее коэффициентом зацепления. Есть еще другое. Есть еще другое зацепление. Вот это лежит в одной корпусе S3, S3 умножить на 0, а этот в другой. S3 умножить на 1. Значит, здесь тоже на поверхности могут быть бесконечные числа ручек. Здесь тоже линия пересечения, оснащение. И есть эмбрианты. Но, кроме того, мы будем считать, что задана еще вот эта самая и эквивалентность между этими двумя сцеплениями. И тогда подтверждается, что вверху и внизу получается одно и то же целое число. Один и тот же энергиант. Если мы это докажем, то мы докажем одновременно корректную определенность и эмбриантность. Но, чтобы получилось корректно определенность, здесь достаточно взять одно и то же зацепление, одну и трегайзму и эквивалентность. А что получилось вариантность и эквивалентность? Ну, собственно, вот это и есть. Вот, ну и, значит, вот, ну да, надо как-то все обозначить. Вот здесь у нас К0, К0 штрих, К1 штрих, Сигма 0, Сигма 1 штрих, Сигма 1 штрих. Ну, и вот эта кривая, Сигма 0, Сигма 1 штрих. Да, давайте, значит, вот эти два цилиндра обозначим дельта и дельта штрих. Вот, значит, я предлагаю для начала вот это точно нарисованное здесь. То есть это у нас С3 умножить на отрезок, но можно его вложить в сферу С4. Это просто сверху и снизу нужно приклеить две шапочки. Но можно считать, что это мы взяли конус над нижней сферой и конус над верхней сферой. Вот, ну тогда можно заодно взять, вот здесь у нас внизу коническая точка и вверху коническая точка. Можно заодно взять конус вот над этим К0 штрих, а здесь конус над К1 штрих. Возьмем два конуса. И вот, значит, вот цилиндра дельта вложенного, конус над К1. Ну, важно это назвать дельта с крышкой. Это некоторая вложенная двумятная сфера. Но здесь у нее две конические точки, но это не страшно. Вот. Теперь, значит, я выраждаю, что вот этот цилиндр дельта ограничивает как бы аж бардизм между этими двумя зелеными аж поверхностями зайца для вот этих двух узлов. Вот такая земля. То есть существует вот такое трехмерное многообразие, лежащая, лежащая в S3 на отрезок минус дельта. Ну, такое, что она пересекает вот эту нижнюю сферу S3 по поверхности сигма 0, верхнюю сферу S3 по поверхности сигма 1. Ну, и вот подходит к этому цилиндру дельта в том смысле, что и раньше. Ну, сейчас это... Да, вот что-то было. Вот, значит, у нее есть класс двумерных, трехмерных гомологиях, ну, понятно, каких, значит, вот это дополнение к дельта по модулю нижней сферы и верхней сферы. Ну, давайте сейчас докажем. И, в общем, ну, понятно примерно, что тут утверждается. Ну, давайте лучше доказывать, и утверждение получится по ходу дела. Точное утверждение, какие именно эти латшизмы. Вот. Ну, существует лемма о том, что существует такой бордизм. Ну, собственно, вот если мы докажем эту лему, то дальше доказательство корректности очень просто. Ну, раз есть такой ажбордизм здесь между зелеными поверхностями, ну, ситуация абсолютно симметричная, между синими тогда тоже есть такой ажбордизм. Вот. Ну, они пересекаются по какой-то двумерной поверхности. Эта двумерная поверхность выходит на верхнюю и нижнюю сферу как раз вот в этих вот кривых F0 и F1. Ну, и она оснащенная, потому что тут тоже вот это трехмерное многообразие в четырехмерной сфере. Ну, оно там ориентированное, значит, оснащенное. Это тоже ориентированное, значит, оснащенное. У них в обоих есть нормальный вектор, значит, у этой поверхности пересечения есть два нормальных вектора. Но это будет оснащение, продолжающее вот оснащение вот этих кривых. Так что вот мы получили оснащенный бандизм между вот кривой внизу и кривой наверху. Ну, вот, значит, где понадобился оснащенный бандизм. Вот. Ну, так что остается доказать вот лему о том, что существует такой бандизм между этой зеленой вектором. Как же нам его построить? Ну, так что есть. Так. Так. Ну. Ну. Значит, начать с того, что Вот такое вот отображение из H1 от K0 штрих больше 1 от дельта штрих это изморфизм K0 штрих это вот этот вот узел а дельта штрих это вот этот вот цилиндр ну что ли, ну нижнее основание цилиндра вкладывается в цилиндр это дает изморфизм на одномерных аммологиях вот, ну кроме того K0 штрих ограничивает поверхность уже нижнюю синюю поверхность в дополнение к вот этой дельта с крышкой вот, и поэтому вот такое вот отображение из H1 от дельта штрих H1 от S4 от крышки нулевое вот смотрите, можно сначала вот ну вот здесь вот это одно и то же написано да? можно сначала вот на эту композицию посмотреть она нулевая, потому что вот этот узел K0 штрих ограничивает поверхность в дополнение к вот этой дельтой с сфере дельта с крышкой ну раз он ограничивает поверхность значит он аналогиченную нулю в этом дополнении это здесь написано S4 вот но но здесь у нас изморфизм ну значит и это сюда отображается отривиальным форматом ну тогда значит если я возьму вот такой вот галмарфизм из одномерных когомологии обратный галмарфизм в когомологии в обратную сторону и одномерное когомологии дельта штрих это будет тоже целевой галмарфизм и это доказывается вот вот таким же расширениям как здесь были но с первым скапп произведения вот вот значит для чего нужна была эта алгебра здесь мы с трубочками уже запутали ну вот раз в галмарфизм нулевой то и в когомологиях обратную сторону нулевой вот но дальше есть точная последовательность пары вот такая же как наверху вот тут был этот нулевой галмарфизм и мы его вот упользовали давайте напишем это последовательность права H1 H1 H4 минус 9 с крышкой 9 с крышкой H0 9 с крышкой H0 значит дельта это у нас цилиндр он связан и дополнение к вот этой сфере тоже связанное но двумерная сфера не разбивает четырех метров еще так что это изморшивание значит эта стрелочка нулевая и мы снова получаем что здесь изморшивание вот ну и теперь значит можем сказать следующее вот у нас заданы здесь поверхности Зайферта верху и внизу вообще говоря это какие угодно H поверхности Зайферта но на самом деле можно считать что они все четыре были определены посредством вот этой вот конструкции но потому что эта конструкция она обратимая вот если у нас уже заданы эти поверхности Зайферта можно снова можно построить вот такое отображение ну вот эта вот конструкция вот она по оснащенному многообразию стоит отображение ну вот надо эту трубочку спроектировать растянуть дополнение в точку вот это все здесь тоже применимо и получится отображение в окружности ну просто вот есть поверхность вот она коразмерность D1 в дополнение к узлу Sigma лежит в вас три минус К это здесь гладкая поверхность можно взять ее окрестность эту окрестность спроектировать на отрезок концы отрезка отождествить и вот получится окружность при этом вот получилось гладкое отображение в окружности прообраз некоторые точки это в точности наша поверхность Зайферта значит можно считать что все эти поверхности Зайферта приходят вот ровно из такой конструкции и тогда это дает вот значит вот такие вот классы типа поджета для каждой из этих поверхностей Зайферта давайте значит их обозначим вот вот у нас здесь вот отображение F К ИТ нам понадобится вот К 0 и К 1 а для этих не понадобится и вот это вот да и вот это вот Z такая вот значит вот здесь вот у нас есть двойственность Александра H2 от Дельты с крышкой вот это снова вот гомология Стинберда и вот двойственность которую мы обсуждали в прошлый раз здесь вот есть класс Дельты с крышкой ну и получается значит что образ вот здесь снова приходит из некоторого класса зетта 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 с крышкой вот но значит можно да который вот единственный поскольку здесь изморфиза с крышкой вот ну и вот ну и смотрите вот классы из этой каито будут его ограничениями вот есть отображение из этой нижней группы вот вот вверх пиват отображения если написать нулевое первой ну это просто вот ограничение на вот эту нижнюю сферу и верхнюю сферу вот ну и поскольку здесь мы начали вот с этого класса этой двуметной сферы а здесь мы начали с этого класса кхи который класс этого узла в равномерных монологиях его же из этого ну в общем вот если следить за этой двойственностью Александра то видно что этот класс идет ограничивается в те два класса вот но тогда значит он дает отображение из сф с крышкой из пара с4 с крышкой сфер сфер снова в эту окружность здесь точка минус 1 и отображение будет продолжением вот этих двух отображений но потому что класс сфер 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 значит можно это отображение выбрать продолжением тех двух вот ну а эти зеленые поверхности сфер то у нас были прообразы единицы при этих двух отображениях но значит если мы возьмем прообраз единицы в этой же окружности при вот этом f-дельта с крышкой это нам и даст искомый партизм ну что касается значит этой диаграммы ну вот у нас h1 как скрулирован ляму которую мы доказали да ну вот вот класс искомого партизма w он лежит в h3 в бесконечных гемологиях s4 минус для этого с крышкой ну да вот тут мы взяли все s4 минус дельта с крышкой то есть этот гвардизм он у нас еще вот здесь вот построился в нижнем корыше и в верхнем корыше но это не страшно мы можем его отсечь лишнюю часть вверху и лишнюю часть внизу и это значит будет нужный нам гвардизм но вообще вот по построению есть еще вот эти части вверху вот может действовать крышку вот значит это такой класс гомологий значит вот эту дубку и замор h3 s4 помаду заделить крышкой здесь значит галморфизм h2 галморфизм потому что трехмерная двумерная гонология s4 нуля ну вот точно такая же диаграмма как вот эта две ризионные стрелочки вот эта формулировка клемма которые то есть то есть что значит h2 ну собственно нам трема нужна была для теоремы теоремы корректности варианта с отливом теоремы мы тоже доказали но на самом деле близки кольцов как странно нет вопросов я тогда продолжаю определенные варианты кохт вот у меня вопрос такой значит ну то есть вариант тот же самый вариант который мы определили через многочан конвея правильно для в смысле для гладких взлов вот так его можно через конвей прилетить но здесь он определен только для зацеплений с нулевым коэффициентом зацепления а там для производных компонентов так хорошо ну вот когда нулевой вот то геометрическое то свойство точнее которое вы писали про что ну почему это вариант один квазиэзотопия я имею ввиду просто его свойства при переключении прикрестка оно вот геометрически я так понимаю кажется можно доказать ну можно доказать в принципе я этим до некоторой степени занимался в московских лекциях ну вот вот значит этот вариант саталеллина он же первый вариант коктана сейчас я скажу про остальные варианты коктана все эти варианты коктана вместо взятые они некоторые замены переменные значит эквивалентно это функция корзима вот это это было доказано в московских лекциях и это функция для этой функции корзима есть формула подскок вот вот из нее можно вывести формула подскока для нцепли ну то есть в принципе все это делается но не так не так а если там коэффициент не нулевой то как доказывали если если коэффициент зацепления не нулевой то ну вот есть определение этого уже вообще через поленом конвейер и там формула подскок но она просто реально следует скинь соотношения для поленом конвейер вот ну а об этом определении надо доказывать что получение нулевого коэффициента сцепления это тот же самый вариант но действительно вот это доказывается как я сказал через эквивалентность функции Кодзима и значит у нее считается подскок ну то есть вот можете посмотреть московские видео там но если ограничивать только конвейер то наверное и вариант можно понять или это вообще с такой точки syrup если определять вариант саталевины исходя из поленом конвея ну тогда инвариантность очевидна потому что поленом конвея не н о какая инвариантность инвариантность при эквивалентности сцепления и при пиле затоки получается потому что потому что возник так что но вот даже вот это вот частная она и пилизатор но поэтому вот отсюда получается что ингредиенты от левина ингредиенты при пилизотопе то есть пилизотопе это мы добавляем и убиваем локальные узелки потому что если вы добавляете локальный узелок да и вверху и внизу будет домножение на пленом конвея локального узелка вот но в случае когда коэффициент сцепления нулевой здесь вот как вы только что доказали получается ингредиенты эквивалентности это более сильная вещь чем пилизотопе пилизотопе в частности изотопе и в частности эквивалентность это просто неверно если коэффициент зацепления нулевой то ингредиенты от левина ингредиенты при эквивалентности а если коэффициент зацепления равен единице то не эквивалентность и вот по какой причине вот это мы тоже фактически доказали вот на первый понедельник вот там была значит кривая сцепление мазера и значит вот зацепление хоффи вот эти два сцепления они эквивалентны ну вот это вполне очевидно но это конструкция гифера вот значит в этом полнаторе есть просто вот цилиндр между вот этой окружностью и этой окружностью он не пересекает вот это вот здесь вот есть такая и эквивалентность на ощупь а обобщенный ингредиент саттлерины у них разный так что вот в случае когда коэффициент зацепление единица этот обобщенный ингредиент саттлерины он просто не является но вот я если значит он что нулевой коэффициент то нет никакого способа без алгебрагической татологии скажем так установить инвариантность то есть есть ли вообще комбинаторные подходы и инвариантности но смотрите это очень геометрическое доказательство вот тут были поверхности защиты внизу и вверху и выяснилось что они ограничивают бардизм ну конечно чтобы построить этот бардизм я тут написал группы гомологий но если у вас значит это узлы гладкие вот они эквивалогические то все это не очень нужно писать ну собственно коктам он примерно то же самое сделал но он не вдавался в какие-то такие девки с этими гомологиями ну не знаю какие-то вычисления у него были ну в общем тут вообще все это довольно элементарно да ну просто какие-то гомологии этих самых многообразных ну да но я имею ввиду просто чисто про природа вот ну вот взять опять я имею ввиду я спрашиваю про гладкие узлы ну допустим если если рассматривать гладкие получают цилиндры в определении то вот но видно что это там теория морса сводится вот просто комбинаторий и можно тогда ну комбинатор какое-нибудь комбинаторное рассуждение применить чтобы не варианты мы не варианты а вот варианты видимо конкорданты ну вот обычно конкордантностью называют такую и эквивалентность которая локально плоская да да то есть это немножко разные вещи конкордантность это более сильное вот вот эти вот цилиндры которые и эквивалентности они могут быть с локальными локально заузванные и дикие вообще а вот конкордантность она должна быть локально плоская да или гладкая скажем вот ну ну я боюсь что комбинаторно это доказать как-то может быть сложновато ну конечно вы можете попытаться исходя из этого определения оно в общем-то комбинаторное и да с теорией морса смотреть как это меняется на каких-то пересторках ну теоретически наверное можно но все-таки но прибордизме там не получится эмбиантности да вот именно при ну 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 и эквивалентность тоже у вас так не получится вот если конкордантность локально плоская там действительно есть теория морса вот но все же тут важно что это цилиндр то есть ли бордизма не получится важно что цилиндр но при комбинаторном подходе мне кажется это будет довольно сложно учесть что у вас не какой-то бордизм а именно цилиндр ну может быть можно не знаю но но по моему такого осуждения нет в литературе по крайней мере я наверняка какой-то видимо странно точки зрения взяли полимерный вариант многочин канвая которые вообще никак не связаны с чем-то более таким на мой взгляд топологичным в частности вот с конкордантностью тоже вот кажется никак не связан а что-то в нем живущие все-таки вариантом ну я согласен что довольно удивительно и и весьма нетривиально но вот собственно я про это там и лекции в москве практически сказал вот но сейчас конечно заканчивается и давайте вот про вариант кофе вот ну значит у нас снова есть двухкомпонентное ориентированное логическое сцепление с кредитатом сцепления ноль то же, что раньше вот мы уже определили уже миллион сантимина вот вот сейчас определили ну на самом деле первый вариант кофе вот вот снова мы берем ну вот эту вот картинку давайте вот наше сцепление снова мы берем для него h поверхность и зафер для первой компоненты в дополнение ко второй для второй в дополнение к первой берем их пересечения значит теперь мы будем считать с него коэффициент самого сцепления во-первых мы можем всегда добиться чтобы это пересечение было не пустым но она случайно может казаться пустым но мы вытянем палец там из одной поверхности а к нему другую вот оно будет не пустым дальше мы можем сделать это пересечение связным но если оно было не связано вот две окружности в этом пересечении но вот скажем одна поверхность это может быть плоскость доски а вторая ее вот пересекает вот но мы тогда и как-то и второй поверхности приклеим вот здесь такую трубочку и она пересечет вот эту плоскость доски вот так вот ну вот эта трубочка по двум но заполненная трубочка по ленточке а край трубочки по краю ленточку и вот значит это пересечение это переставится переставится и станет связано но две компоненты соединяться если больше можно считать пересечение пересечения вот мы делаем такую вещь вот нас было зацепление L нас было зацепление L компонентами К и К штрих Мы рассматриваем новое зацепление с компонентом F++ и K3. Заменяем первую компоненту на эту вот сдвинутую кривую пересечения. Вот эта оранжевая кривая F++. Она теперь у нас связана. Значит, это тоже получается двухкомпонентное зацепление. Мы обозначим его вот так вот. Производная L по первой компоненте. Это двухкомпонентное зацепление имеет нулевой коэффициент зацепления. Потому что, смотрите, вот это K' ограничивает H поверхность Зайферта в дополнение к F++. Но F она лежит в этой синей поверхности Зайферта, но мы сдвинули ее по сумме двух векторов. И F++ уже не пересекали на поверхность. Значит, коэффициент зацепления этого нового двухкомпонентного зацепления нулевого. Вот у нас было двухкомпонентное зацепление с коэффициентом зацепления ноль. И получилось еще одно такое. И мы можем повторить ту же самую конструкцию уже для этого нового сцепления. Но получится вторая производная и так далее. И мы так можем делать до бесконечности. Но в какой-то момент мы можем установиться и посмотреть на эту очередную криву F++ и посчитать ее коэффициент самозацепления. Но получится целое число. Но, значит, давайте я для ясности. Вот первый вариант Кохрана – это просто эмбриант Саттлелина. А что такое второй вариант Кохрана? Второй вариант Кохрана – это эмбриант Саттлелина вот от этой самой производной. От первой производной. То есть, другими словами мы, вот на этой картинке, берем вот эту желтую кривую перечтение, ну, хорошо, двигаем ее. Это, в общем-то, очень принципиально, но можно сдвинуть. Вот, теперь у этой, взвинутой рыжей кривой, мы на нее снова натягиваем, но тут уже можно стоящую поверхность дальше, поскольку она гладкая. Натягиваем у нее поверхность дальше. И смотрим на ее пересечение, ну, можно вот с той же синей, которая здесь была, но можно ее на другую изменить, конечно, но можно тоже взять. Вот они пересекаются в какой-то кривой, и у нее есть снова оснащение, и вот мы считаем коэффициент самозацепления. Получается второй вариант Кохрана. Ну, и так далее. Значит, можно не брать этот коэффициент самозацепления, а построить еще одну поверхность зафиг, тоже в этой, и потом в этой. Ну, в общем, понятно. Значит, утверждается, что все эти варианты Кохрана корректно определены и являются вариантами эквиваля. Но они, в отличие от эмбрианта Сат-Левина, они уже не будут симметричными. Спасибо. Значит, если мы меняем местами две компоненты, то у нас получится другая серия эмбриантов. Первый из них совпадает с эмбрианом Сат-Левина, и с первой серии, и с второй серии, а все остальные уже зависит на рации компонентов. Ну, еще, значит, возникает естественный вопрос, а что будет, если, ну, вот тут вот определена производная как бы по первой компоненте, но можно брать вот производную по второй компоненте, и идти в другую сторону. Тогда вот получится это вторая серия эмбриантов Кохрана. А что будет, если мы будем брать производную то по первой, то по второй? Ну, ответ такой, что ничего хорошего не будет, то есть не получится эмбриантов. Ну, получится некоторые числа, но они не будут эмбриантов, не будут корректно определены. Даже относительно эмбриантов. Да, и главная задача. Да. Ну, если их брать, в общем, можно что-то там из них извлечь, но вот прям так не получается. Вот. Ну, значит, прежде чем вычислить эмбрианты Кохрана, давайте я докажу, что они корректно определены, являются эмбриантами эквивалентности, но мы это уже почти доказали. Вот мы доказали такую лему, что существует вот этот вот самый аж-магдизм между вот этими эмбриантов Кохрана и Зайфферсом. Ну, вот в исходной ситуации, когда у нас была эмбриантность между двумя эмбриантами, ну, собственно, сейчас у нас точно такая же ситуация. Вот у нас есть два зацепления этапологических между ними, заданная эквивалентность, и мы хотим, но и здесь вот внизу выбраны такие поверхности Зайфферсом, мы тут уже итерированы, скажем, в цель вверху, вот уже какая-то итерированная конструкция. То есть, мы хотим доказать, что они дают вот какой-то там второй, скажем, вариант Кохрана, получается одинаково, вверху и внизу. Вот, значит, вот эта лемма уговорила, стоила нам вот этот аж-магдизм. Но на самом деле, доказательства этой леммы мы нигде не использовали, что вот этот вот цилиндр действительно является цилиндром. Это мог быть любой бортизм между этими двумя этими этими, значит, здесь могли быть и ручки. Вот этот вот цилиндр мы использовали, что он является цилиндром. Мы это использовали вот в этом вот месте, что вот это вот изоморфизм. Вот видите, тут написано дельта штриха К0 штрих. К0 штрих, основание этого цилиндра, значит, на одномерных гомологиях включается изоморфный этот цилиндр. Вот здесь используются, что в этом цилиндре нет ручек. Ну, а в этом цилиндре вполне могли быть ручки, и мы все то же самое можем повторить. И получится. Вот, ну, поэтому, вот, значит, у нас вот заданная и эквивалентность. Возвращаемся к исходной ситуации. Заданная и эквивалентность. То есть, два цилиндра. Ну, вот есть здесь вот поверхность изайфа 4, как нарисованная. Тогда мы, как и раньше, строим, значит, между этими зелеными ажбардизмом и между этими сними ажбардизмом. У них есть пересечение одномерное. Вот. Но это уже, это бардизм между вот этими вот F0 и F1. Вот. Но теперь мы же заменяем вот эту компоненту на F0 и эту компоненту на F1. И между вот этими F0 и F1 у нас уже не цилиндр, а бардизм. Но ничего страшного. Значит, мы вот здесь у F0, ну, или F0 плюс-плюс, тут это не очень важно уже. Есть вот поверхность изайферта. Здесь у этой есть поверхность изайферта. И вот тем же самым сургейным доказательством от Илемма дает нам ажбардизм между вот этими двумя белыми. Вот. Ну, поскольку, то есть, тут вот в этой поверхности теперь ручки в оранжевую, но вот мы этого не боимся. Главное, что у этих ручек это используется. Вот. И теперь, значит, вот этот белый трехмерный ажбардизм пересекается вот с синим трехмерным ажбардизмом. Ну, и внизу тут получается вот это пересечение между белой поверхностью задницы и синей. И вверху тоже вот такое вот. Вот они оказываются бардантными. Это оснащенный бардизм. Значит, коэффициент самосцепления этой равен коэффициенту самосцепления этой. Ну, а вот, значит, второй мунипиант Кохана вычисленный внизу, а второму мунипианту Кохана вычисленный внизу. Вот. Ну, аналогично для третьего и так далее. Вот. И три. Ну, значит, вот ингредиент Кохана показали, что корректно определенный. И ингредиент на третьего и так далее, давайте, нужно посчитать. Ну, вот возьмем тот же самый подключен к крейму аферу. Вот. Значит, что мы должны с ним сделать? Ну, опять мы должны взять поверхности зафиг на первые компоненты в дополнение к второй, для второго в дополнение к первой, пересечь их, вот получается, зеленый акрилон. Но теперь мы заменяем, ну, скажем, вот синюю акрилону на зеленую. И вот, значит, у нас получаются сцепления, состоящие из красного и зеленого. А видно, что это реальное сцепление. Значит, у него уже ингредиент саталью и негалерой. Но если мы к нему будем применять эту конструкцию, то тоже снова будет получаться сцепление. Так что все ингредиенты Кохтана, вот, как бы, по второй компоненте, они получаются сцепляющими. Вот. Ну, а еще мы можем брать ингредиенты Кохтана по первой компоненте. Значит, здесь мы выкидываем красную компоненту, оставляем синюю и вот эту кривую пересеченье. Но дальше, на следующем шаге, мы будем оставлять синюю и вот вместо зеленой новую. Вот. Но эту кривую пересеченье, вот здесь, значит, картинка переписована слева, а дальше красная компоненту убрана, потому что мы же вот ее выкинули. Ну и немножко, значит, это распутывается вот в этом сцеплении Невайсера, вот эта штука прикидывается, получается вот такая вот, и дальше все колечки по одному убираются. Ну, получается, в реальность. Ну, значит, вот первый ингредиент Кохтана, это был ингредиент Саттлерина, мы его вычислили раньше, он равен был двумя, а все выше, что здесь равны нулю. В общем, нули сплошные получили, а кроме того, что это было, ингредиент Саттлерина, все остальные ингредиенты Кохтана были нули. Обе производных у этого сцепления, и по первой компоненте, и по второй компоненте, это оказывается привяленное сцепление, вот красным и зеленым привяленным, и синим и зеленым тоже привяленным. Ну, так что, все варианты окна на трене первого взгляда будут. Ну, давайте теперь что-нибудь купим. Значит, что-нибудь более интересное. А он, значит, есть такое сцепление милого подсручения. Ну, и, кстати, да, вот, мне стоит сказать, что на предыдущем слайде, здесь могла быть любая воркрутка, вот здесь вот сколько угодно могло быть полных воротов, и все равно получаются все нарывы. Вот, здесь, значит, вот зацепление такое. Ну, вот, тут нарисован в случае трех вот таких разметов, внутри эти немножко отличаются от последних, предыдущих, можно сюда наставить вот таких вот сцеплях побольше. Вот, ну и в каждом из них взять какую-то подкрутку. Вот здесь вот, что-то, 1, 0 и минус 1 в другую сторону. Вот, ну, в общем, есть такая вот серия зацеплений, которая задается числом m, вот число таких фрагментов, значит, подкрутки m1, m2 и так далее. Вот, утверждается, что для них вариант охрана, ну, по первой компоненте, выглядит так, что мы просто, значит, этот вариант Коктана выбирает вот эту ибер-подкрутку, если и меньше, чем m, а если и больше, чем m, то и номерой. Ну, чтобы это понять, в общем-то, надо понять, да, а в второй компоненте, ой, они вообще все влюблены. Это были первые компоненты, а в второй компоненте вообще все влюблены к тому, вот, того ибер-подкрутку, который измельчает. Вот, значит, тут вот есть такая проблема, в левом, что если мы возьмем пресворный, он по первой компоненте этого нашего сцепления Миллнера, то мы получим точно такое же сцепление Миллнера, но короче. Вот смотрите, вот это наше сцепление Миллнера, красное с синим в левом верхнем углу. Ну, значит, мы должны взять поверхность зафиксы для красных компонентов в дополнение к синей и для синей в дополнение к красным. Ну, берем их пересечение. Ну, вот, тут не нарисована поверхность зафиксы, но она такая же, как и раньше. Для синей просто плоскости рисунка берется, такая ленточка с перекрутками, а для красной берется, ну, диск, вот, плоскости рисунка, которая ограничивается для красных компонентов, и к нему клеится трубочка вот так вот обходящая. Ну, вот тогда пересечение этих двух поверхностных зафиксов будет вот этой зеленой кривой, которая здесь пересована в левом углу. Ну, теперь я должен красные компоненты убрать, остается синий и зеленый. Вот они дают нам эту самую производную по первой компоненте. Ну, теперь я немножко упрощаю эту картинку. Вот этот вот квадратик я просто убираю, и получается вот такая вот лавка, которую я могу вот убирать. Ну, и дальше. Дальше получается зацепление точно такого же типа, но в котором пропал вот этот вот первый фрагмент. Ну, это общая конструкция, то есть тут могло быть сколько угодно подкруток, здесь, здесь, и тут могло быть больше таких фрагментов, в любом случае первый попадает, а остальные остаются. То есть это производная сводит эти вычисления к предыдущему аналогу. Ну, и поэтому получается, ну, вот такое вычисление, ну, значит, когда мы в какой-то момент мы должны остановиться, и вместо того, чтобы вот литерировать эту конструкцию производной, мы должны для очередного кривого чечения вычислить ее коэффициент самого сцепления. Ну, в этот момент мы начинаем считать вот соответствующую подкрутку, в зависимости от того, вот если мы для первой кривой, то первую подкрутку, вот они двигаются сюда, и мы, значит, вот сколько здесь полных воротов, такой будет коэффициент самого сцепления, как было на примере с сцеплением уайта. Ну, потому что фактически получается вот это самое сцепление уайта, ну, плюс что-то, что не влияет уже на эти вычисления. Ну, так что вот более-менее понятно, что... вот мы просто, начиная итый вариант Кохрана, мы выбираем вот, мы берем вот итую подкрутку, вот это целое число, ну, если и меньше, чем в слоях фрагментов, а если и больше, чем в слоях фрагментов, то уже ну и получалось. Вот. Но это пока что гладкое сцепление. Но мы вот построили фактически гладкие сцепления, которые реализуют, ну, по крайней мере, вот каждый вариант Кохрана здесь, может быть не миллевым, но может понимать любое целое значение. Вот. А теперь давайте наконец перейдем к диким сцеплениям. Вот это вот уже, ну, красная компонента здесь снова гладкая, а вот синяя компонента дикая. Здесь вот бесконечный слой таких же фрагментов, как раньше, и у каждого есть какая-то подкрутка. Ну, вот на рисунке 1, 0, минус 1, а дальше не нарисуем. Ну, значит, вот давайте вычислим вариант Кохрана вот такого патологического сцепления. Ну, значит, мы снова берем вот… Теперь вот нам понадобится уже H-поверхность заферта. Но для красной компоненты есть обычная поверхность заферта. Вот тоже такой диск с трубочкой. А для синей компоненты мы берем H-поверхность заферта. Ну, в общем-то, она состоит вот из этих ленточек, хвосткости рисунка. Но здесь вот как-то вот заполняют H-поверхность заферта. Снова даст нам такую же зеленую кривую, как здесь была. Но она… Вот снова все это можно проделать. То же, что здесь мы делали. И получается такое же дикое сцепление, но у которого первый фрагмент исчез. То есть вместо красной кривой зеленая, но она сдвинулась, а первый фрагмент исчез. Ну, и можем так, значит, двигаться до бесконечности. Но в какой-то момент мы вычисляем коэффициент самого сцепления, тривой, который у нас получается, и он нам дает соответствующую подкрутку. Поэтому… Вот он варианты Кохрена. И это вариант Кохрена. Вот это вот дикое сцепление с подкрутками на один, на два, на три и так далее. Он просто правильно выбирает эту подкрутку. Но можно, значит, написать ряд Кохрена. То есть формальный ряд, коэффициент от одной переменной, коэффициент которого – это вот эти ингредиенты Кох. И тогда получается такая теорема реализации. Для каждого формального ряда с целыми коэффициентами существует зацепление, у которого ряд Кохрена равен заданному формальному ряду. Ну просто, вот если на заданном формальный ряд с целыми коэффициентами, да, вот мы берем, у него есть какой-то свободный член, какой-то коэффициент 3x и так далее. Вот мы берем в первом абменте столько подкруток, какой свободный член, во втором абменте столько подкруток, какой коэффициент 3x и так далее. И получается вот зацепление, у которого эмбриант Кохрена – это точность коэффициента этого заданного ряда. Так что любой вообще ряд с целыми коэффициентами реализуется как ряд Кохрена некоторого логического зацепления. Ну а с другой стороны, если зацепление у нас гладкое, то его ряд Кохрена будет рациональным. Ну это, вот я доказывал в московской части курса, это как раз следует из того, что варианты Кохрена у гладкого зацепления – это функция Кодзима. А эта функция Кодзима – это как раз рациональная функция. То есть вот фактически этот вариант Кохрена некоторой замены переменной переходит вот в эту функцию, а это, ну, частные двух многочленов Глорана. Но, может быть, то, что я не дошел. Вот. Но, значит, получается, поскольку существуют нерациональные ряды, то получается, что можно построить зацепление, у которого инварианты Кохрена не такие, как у гладкого зацепления. А инварианты Кохрена – это инварианты эквивалентов. Так что мы получаем зацепление и не в порядке никакого дела. Вот тут, наверное, что в комплекте написано. Да. Ну, вот я сказал, в принципе, это Кохрена. На самом деле, отряд Кохрена тоже равен некоторому отношению полинома в конвее, но это уже полином в конвее, но внизу тут одна из компонент, а вверху это некоторое манифицированное сцепление. Нужно взять связанную сумму двух компонентов, то ли какой угодно ленточкой, и, значит, сдвиг первого компонента с обращенной ремутацией. Вот получится новое сцепление, и вот есть такая формула для ряда Кохрена, которая тоже показывает, что он по самому для гладкого сцепления. Вот. Ну да, если ряд нерациональный, то вот построено и для сцепления, соответствующее этому ряду, не их валяется никакому вкладку на сцепление. Ну, например, ряд, который нерациональный, это такой ряд, один факториал плюс два факториала х плюс их факториал х квадратик плюс и так далее. Вот можно доказать, что этот ряд не оппорциональный ряд, потому что у любого оппорционального ряда коэффициенты растут медленно. Ну вот, получается, совершенно конкретное сцепление не эквивалентно ни к какому вкладку на сцепление. Вот. Ну, на этом, наверное, пора заканчивать. Ну, вот, последнее замечание, что, значит, вот, как еще можно было доказывать, я почарел, что существует экологическое сцепление не эквивалентно ни к какому, ну, в частности, не изотопленный вкладку на сцепление. Ну, вот, на самом деле, Кодзима и Масаки, они пытались что-то такое доказать, вот, когда они определили свою эту функцию, они пытались ее определить для психологического сцепления и поняли, что это невозможно сделать, неуспительно невозможно. Ну, вот, последовременные переменные становятся возможны. Ну, короче говоря, вот, значит, есть путь, который не приводит к успеху, но есть еще один путь, который приводит к успеху. Можно ингранты Кокрена определенного для гладкого сцепления продолжить на психологическое сцепление иначе, не говоря не про аж поверхности защиты, а говоря про аппроксимацию психологического сцепления гладкого. Вот. Значит, если у нас есть цепологическое сцепление дикое, у него, мы взяли две достаточно хороших гладких аппроксимации, то тогда эти два гладких сцепления будут как в азиазотопе. Ну, то есть, для любого Ка найдется такое эпсилон, что если мы берем эпсилон аппроксимации, то они будут как в азиазотопе. Это фактически мы доказали в понедельник, потому что, ну, там мы доказали, что аппроксимация эппокологической эзотопии будет как в азиазотопе. Здесь мы в качестве эппокологической эзотопии берем просто такую постоянную эзотопию, которая ничего не двигает. Вот. Просто у нас в начале и в конце разная аппроксимация. А с другой стороны, мы доказали в понедельник, что инвариант конечный, инвариант энтового порядка, инвариантной эппиэль азотопии является инвариантом энквазиазотопии. Инварианты Кохрана, они, в принципе, такие. Вот. Можно их определить, используя уже не поленом конвея, а поленом конвея двух переменных, о которых я тоже рассказывал на московских лекциях. Можно их определить на случай ненулевого коэффициента зацепления, и так, чтобы получиться инвариант конечного порядка. Не даже в смысле Василия, если постараться, но в смысле Питка Леонтона там есть тонкость. Вот. Ну и, значит, вот эти вот обобщенные инварианты Кохрана, определенные для ненулевого коэффициента зацепления, они будут инвариантами энквазиазотопии, поскольку это инварианты энтового порядка. И, в частности, они не зависят от того, какую аппоксимацию мы выбираем, если эта аппоксимация достаточно хорошая. То есть они такие устойчивы относительно аппоксимации этих инвариантов Кохрана. Это дает другой способ продолжительный вариант Кохрана с гладким расцеплением на топологическом. Просто брать аппоксимацию достаточно хорошую. Но чем больше номер инвариантов Кохрана, тем лучше аппоксимацию надо брать. Вот. Ну и, в принципе, таким способом даже можно все это доказать. Ну, вот, может быть, вычислять так немножко слабее. Ну, в общем, ладно. Вот есть только альтернативный подход. И теперь что-нибудь надо заканчивать. Вот.